Больше 9 миллиардов рублей бюджет спортивной сферы Новосибирской области в 2021 году. Об этом сообщил руководитель Министерства спорта региона Сергей Ахапов на встрече с журналистами. О том, куда направляют финансовые потоки, узнал Александр Шурудила. Итоги первого полугодия работы. Больше миллиона регулярно занимающихся спортом жителей региона. Почти 44% от всего населения. Это ключевой показатель, который по плану к концу 2022 должен достичь 55%. Растет спрос на комплекс ГТО. В регионе уже работают 40 центров тестирования. А за полгода норматив сдали 18 тысяч человек. И это далеко не предел. Четыре площадки в этом году будут созданы в Берске, Новосибирске, Табучинском и Сузунском районе. И пять площадок чуть поменьше формата в Барабинском, Довольнском, Колыванском, Купинском, Мустарском районах. Практически все муниципальные образования, они вот такими площадками обеспечены. Где-то не по одной. Ну и понятное дело, что особое внимание мы пытаемся уделять городу Новосибирску. Это лишь площадки для ГТО. А всего спортивных объектов в регионе строят или реконструируют не один десяток. В этом году главный объект в декабре откроется в Кольцово. Легкоатлетический манеж. Он, помимо массового спорта, должен стать зимней базой для сборной региона. Большой спорткомплекс с несколькими залами возводят в Колыване. Стадион в Ленёво. Реконструируют площадки в Бердске, Куйбышеве и Сузуне. Плюс в Новосибирске идут работы по глобальной перестройке бассейна СКА. При этом даже существенное расширение инфраструктуры пока не покрывает потребность. Временной промежуток, который заставил ситуацию, которая заставила в домашних условиях находиться наших горожан, она их сподвигла на активную двигательную активность. И мы уже на прошлый сентябрь видели, что ребятишек большое количество пришло намного больше, чем за год до этого записываться в спортивные секции. Подъем переживает и спорт высших достижений. 570 сибиряков входят в сборные команды России и шестеро отобрались на Олимпийские игры. За полгода наши земляки завоевали больше тысячи медалей для Новосибирской области. Отмечу, что в нашем регионе работают 20 детских спортивных школ и еще 5 школ Олимпийского резерва по базовым видам спорта, определенным федеральным центрам. Александр Ширудила, Борис Голодких, Новости ОТС.